Меня преследует законник. Шериф! Вейк убегает! Я его преследую! Этот чокнутый писак сейчас разобрался с моими помощниками? Событие триллера становится реальностью. У истории меняется жанр. Она превращается в роман ужасов. Мне сказали, что Элис похитили. Но это ложь. Нет у нас его жены! Мы не знаем, где она! Ее лживого похитителя поглотила темная сущность, а потом напала на меня. Ало, малыш, тебе приснился кошмар. Элис. Вот так, Ало. Гартман, я упал? Мне пришлось дать вам успокоительное. Не сопротивляйтесь. У вас случилось очередное обострение. Что? Мы не хотим, чтобы случился рецидив. Вы пациент моей клиники уже некоторое время. Шок от гибели жены вызвал нервное расстройство. Элис, ты... Ты лжешь. У вас наблюдаются различные симптомы недифференцированной шизофрении. Облюток. Все хорошо, Алан. Убью тебя. А ты? Ай. В голове помутилось. От дряни, что закачал в меня Хартман, я словно оцепенел. Мне казалось, что все происходит с кем-то другим, а я вижу его на экране телевизора. Я не мог думать. Не мог сосредоточиться. Страниц рукописи не было. Только чистые листы бумаги. Всем, ребята, привет. Вы на подплей. И мы продолжаем играть в Алана Бейка с русской озвучкой и полностью переведенной именно одного человека. Добрый вечер, Аллан. Ну как, нам теперь получше. Мы успокоились. Да. Я вижу, что вы прихватили ручную гориллу, так что я спокоен, будьте уверены. Повторять не надо. Вот-вот, должный настрой. Отваги вам не занимать, Аллан. Я понимаю, вы сбиты с толку. Учтивый тон меня бы больше обеспокоил. На вас я не в обиде. Великодушно. Что ж, пройдемте со мной. Мы заново познакомим вас с моей клиникой и повторим все, что вы могли позабыть. Прогулка на свежем воздухе? О, да, не повредит. Этот коридор для пациентов. Большинство сейчас отсутствует. Джек взял их с собой на рыбалку. Кроме тех, кто излишне чувствителен, разумеется. Я поощряю творчество как часть восстановительного процесса санатория озера Колдором. Люди искусства – это мой профиль. Не сомневаюсь. Превосходно, Аллан. Я искренне верю, что вместе мы справимся с вашим недугом. Сюда, Аллан. Ох, какие вины. Ну, пойдем. Итак, Аллан, по прошлому опыту общения с вами, я знаю, что должен как можно скорее перейти к сути дела. А потому скажу сразу и напрямик – Элис мертва. Нет. Вы будете в крайне уязвимом состоянии, пока не осознаете и не примете это. Элис утонула, и вы не смогли с этим смириться. Вы страдаете от галлюцинаций, мании преследования, необычных мыслей, навязчивой идеи о тьме и свете. От ощущения, что все вращается вокруг вас, ваших мыслей и грез. Сейчас ваш мозг создал замысловатый фантастический сценарий, где ваши очерки влияют на реальность. Элис похитили, и сверхъестественные силы тьмы пытаются вас остановить. Да, совсем сошел, дед. Все под ключом. Ну какая здесь свобода? К такому я не был готов. Доктор наверняка лгал, однако под действием лекарства, которое он мне ввел, мне с трудом удавалось не верить ему. Это все блажь, Аллан. Вы это придумали. Не считая трагического инцидента с вашей женой, никто не погиб. Ваши иллюзии – это лишь проявление подсознания, которое пытается защитить вас от мучительной правды. Если не подавлять эту фантазию, она вернется. Знаю, вы инстинктивно стараетесь мне сопротивляться, но подумайте, разве в моих словах не больше смысла, чем в том безумном сверхъестественном заговоре, порожденном вашим разумом? Вы же по природе скептик, Аллан. Мы оба это знаем. Все можно объяснить логически. За гранью тени, где ты поселился, чудо-маяк огнями светился. В память о близком друге и пайти. 1912 год, нифига себе. Не устаю любоваться этим видом. Великолепно, правда? Под нами простиралось озеро Колдон. На другой стороне виднелся Миррор Пик. Я, пожалуй, даже мог найти место, где раньше находился остров Ныряльщика. Теперь там лишь плескалась вода. Похоже, надвигается буря. Странно. Не припомню, чтобы об этом говорилось в прогнозе погоды. Впрочем, неважно. Сюда, за мной. Ну, красиво здесь можно. У меня для вас хорошая новость. Ваше состояние стабильно. Всякий раз, когда у вас наступает рецидив, вам все труднее выныривать на поверхность из темных глубин воображения, что и неудивительно, учитывая вашу профессию. Воображение — это ваш хлеб. После всех ваших кошмаров мои доводы должны принести вам облегчение. А если нет, то почему? Может, я лгу? Или же не хотите признать, что вы нездоровы? Считать меня врагом вполне естественно для вас. Это часть болезни. Я его не перебивал. В конце концов, именно я, пытаюсь вытащить вас из мира, которые вы самики себя создали. Я вонзил ногти в ладони, чтобы не расслабиться. Вы должны помогать мне. Только так мы сможем начать путь к вашему выздоровлению. Мне не нравится, что все на ключе. А это — вход в административное крыло. Только для персонала. Когда вы прибыли сюда, вас впечатлили мои трофеи. Я обожаю охоту. Бескрайние просторы. Человек против природы — это восхитительно. Чертовски славно, да. Страшно, страшно, страшно. Эмерсон. Да, именно так. Я тебя сцапал. Я самый настоящий жуткий кошмар, мистер. Бойся меня, бойся. И ночью со мной лучше не встречайся. Прошу, Эмерсон. Мистеру Вейку и так не по себе. Ага, прогнать меня хочешь. Хочешь не пугаться. Только не тебе решать, какой сон ты увидишь и когда. Эмерсон. Хорошо, хорошо. Очень-очень жаль. Бууу. Это Эмерсон. Рад заметить, что в его состоянии наблюдается некоторый прогресс. Он работает над видеоиграми. Полная ерунда, конечно. Но требует отчасти творческого подхода. Что делает Эмерсона восприимчивым к моим методам лечения. Без шуток. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ха! Ня! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- частью вашей терапии воду обратно писать как будете в состоянии ревматизм меня добьет близится буря о какая буря надеюсь она сотрет это место с лица земли а эти двое братья андерсон и один и тор в семидесятых восьмидесятых годах у них была как бы это выразиться группа в стиле хэви metal называлась старые боги асгарда они даже взяли новые имена чтобы соответствовать сценическим образом богов викингов после распада группы они жили на ферме неподалеку у них поздняя стадия деменции за ними хорошо ухаживают окружают вниманием и заботой а большего тут и не сделать боюсь рок-н-роль образ оставил неизгладимый отпечаток вот так не пойдет извиняюсь алан но придется пока прерваться питание барахлит я пойду проверю мы вскоре продолжим между тем когда будете в силах вернитесь к себе и попробуйте поработать так будет лучше всего согласны хотел бы я раздолбать ему башку молотом а он рад бы выведать наши тайны но не знает как подступиться он недостаточно чокнутый не такой чокнутый как мы сынок ага вы чокнутым это обязательное условие сынок кто еще может понять такой безумный мир как этот чтобы распознать безумие надо самому свихнуться это самое адекватное что я слышал разумная а ты ничего парень он ничего правда бро надо ему на ферму сходить команды сынов вальхалла мы все записали чтобы не забыть ускоренный курс по вправлению мозгов тебе надо найти послание держись сынок это тебе хлопотная штука но я ее таки спрятал от этих мерзавцев моя голова прояснялась или если верить хардману я все глубже погружался фантазии я был убежден что он не врет врет во всем андерсон и может и психи но их слова звучали куда разумнее том ты пойло принес нет извините барни запасец такой особой штуки на ферме наша формула местные ингредиенты лекарства так прочищает мозги сразу все вспоминаешь точно лунным лучиком посвятили о только сейчас заметил кожаные заплатки на локтях это совсем не рок-н-ролль на дом просто пропал вот и все баба и до него добралась мерзкая ведьма она нас использовала у всех что-то забрала забрала мой молот ведьма и моих воронов как как их там мысли память карга у тебя она тоже что-то забрала она всегда так делает о мы везунчики это место озеро дает силу если ты создатель творец и бог пробудил кошмарный сон в том озере он вновь точно именно так она уж постарается чтобы все пошло наперекосяк ты фонарную леди спроси она знает что случилось с тем писателем она тебе использовала паренек а ты позволил ты взял да открыл ей дверь верно да ладно ладно дверка то всегда была приоткрыта а чья в том вина мы испорченные больные старые глупые не надо было открывать нараспашку черт побери мы так устали построили ферму возле озера место силы какие там у нас были вечеринки парень ты бы пошел да устроил там вечеринку надо будет как-нибудь растяг бог балдер взял да и выбросил из окна усилок попал той девчонки хиппи по башке 15 швов и за трясение мозга баб теперь уже помер лейкемия швы стукачи наркота парень скверное зрелище я думаю никогда не это не до расскажете историю добро пожаловать в санаторий на озеро колдором мы окажем вам необходимую помощь теперь тем не менее просим соблюдать следующие правила просите друзей близких заранее плане посещения чтобы они не приходили на время ваших лечебных процедур или творческие деятельности кроме того просим вас уважать право на уединение личное пространство других пациентов особенно когда они заняты творчеством будьте терпеливы большинство ваших пациентов сталкивается с долговременно творческими трудностями которые не решаются за одну ночь позвольте себе тратить столько времени сколько нужно помните что вы добровольно согласились на лечение специально подобрана для вас терапия вовлечения и ее аналог метод потока наиболее эффективен тогда когда пациент активно увлечен в их формирование если вас что-то беспокоит не стесняйся об этом говорить электричество сейчас его проверяет да хорошо что он не особо бесится ну что ж он босс мне позже может понадобиться помощь бирж и забурю сам знаешь кто может раздражаться сам знаешь понял док велел присматривать за вейком но вмешаться если они станут буйными я сделаю бирж и вейк почему бы вам не сделать приятное доктору хардману и не взяться за работу а печатная машинка у вас в комнате по этой лестнице вы попадете в комнату вейк да ладно и не знаю что то не так я сам не свой трудно думать как будто тень внутри головы я сосредоточен только на письме все остальное размыто я в ловушке этого дома уже несколько дней но там снаружи всегда темно мой редактор реален я видел ее снова она не человек она не человек темная сущность просто надела лицо старой женщины все ее обтекали тени и в груди была дыра в месте где должно было быть сердце думаю я совершил ужасную ошибку и думаю я даже не приблизился к спасению элис она обманула меня использовала меня для написания желанной ей истории а история станет явью а белый лист ослепительный вспышкой обжег мне глаза руки безудержно затряслись эй вейк будь здесь я гляну что там творится а ты просто занимайся своим делом не буянь лады я не знал из-за чего весь этот хаос но это был мой единственный шанс убраться отсюда он взял этот долбаный молоток не знаю молот наготове вот тебе девка дружеский тычок от мьёльнира что боишься чокнутых братьев не такие уж мы слабые а что все рушится прямо на глазах ха-ха-ха-ха Синклэр выглядела плохо этот сумасшедший старикашка а грелая как следует если она была из компании хартмановских прихвестей то так ей надо ключ от офисного крыла был у Синклэр мне нужно было попасть в офис Хартмана он забрал мои рукописи они наверняка там эй, если ты такой крутой может выйдешь и надерешь наши сморщенные задницы в подгузниках, а Берч? не знаю, что это мы много поездили парень думаешь нам никогда не встречались такие вонючки как ты смертная шавка он там что ли спрятался лучше скройся Берч мой гнев тебя сокрушит он шутит Берч он такой шуткий дневник обзор чадо бога древности светоплеть от этой джмы все так встает все хорошо с ней Судя по отметкам на пленках, это были записи сеансов Хартмана с пациентами На одной из них я заметил имя Элис На миг у меня перехватило дыхание Миссис Вейк, расскажите, что не так с Алланом? Ему все труднее и труднее сдерживаться Вечные вечеринки Он все время злится, начинает распускать руки Речь про вас? Нет, не со мной Нет, никогда Я... Я иногда почти хочу, чтобы Аллан врезал мне Потому что это хотя бы привело к разговору, от которого он не смог бы уйти Но нет Он, Аллан, почти не спит А что касается работы, он ничего не пишет совсем Сидит часами во фрустрации и все сильнее расстраивается Я с ним даже поговорить не могу А сейчас, если бы он слышал, что бы вы ему сказали? Я не знаю Я хочу сказать, я смотрю на тебя, а это будто не ты, а какой-то незнакомец, похожий на тебя И даже с твоими глазами Но мне он не по душе А теперь все вообще полетит в ад Но вы этого не говорите? Нет Нет Я пыталась, но... Он не слушает Он погружен в свои проблемы Всякий раз меняет тему Я так боюсь потерять его А мы уже почти не общаемся Он мне больше ничего не рассказывает Держит меня в неведении Я так одинока здесь Даже когда он дома Умоляю, доктор, помогите Потому что я схожу с ума Что ж, если сумеете привезти его сюда Я сделаю все, что в моих силах Да, но... Доктор, будьте с ним осторожны Он не захочет слушать вас и сотрудничать В жизни не встречала такого упрямца Что ж, я непременно это учту Когда я услышал ее голос Я испытал безмерную радость, боль и чувство вины все разом Хуже всего было то, что я вспомнил эти слова Тот телефонный звонок от Элис Был просто отрывком этой записи Фото на стене привлекло мое внимание Я знал человека, стоявшего рядом с Хартманом Это был похититель Хартман использовал меня с самого начала Ну, не факт Выпусти меня отсюда! Хартман, ты слышишь? Я же засужу твою шарлатанскую затиску к чертям Серьезно! Ты представляешь, какие у тебя неприятности? Я знаменит... Барри? Ал, как раз вовремя! Барри? Мужик, как я рад тебя видеть Нам нужно попасть в офис Хартмана Буквально следующая дверь Ты в порядке? Да То есть нет Копы нашли меня в трейлере Роуз Но они не докучали мне сильно Я, и это очевидно здесь жертва И я приказал, чтобы меня освободили Иначе я засудил бы их задницы О, кстати, о задницах Этот федерал устроил мне сладкую жизнь А я понятия не имел, где ты находишься Он просто чокнутый, Алл Но он отпустил меня А потом я получил звонок от Хартмана От сукина сына Который сказал, что ты здесь И я должен забрать тебя А когда я подъехал Два громилы схватили И заберли меня здесь Эм, Хартпостер? Я выкрал его из закусочной Дабы выбесить Роуз За то, что она с нами сделала Мда уж Суровое наказание Пошли, друг Надо идти Идем, идем Че там? Ствол? Это же страницы, что были при мне И новые Алан, прошу Вы снова срываетесь Соврешь еще раз И я выстрелю тебе в лицо Ну что ж Попытаться стоило Ладно, Вейк, давай Поработаем вместе Ты даже не представляешь Хартман, заткнись Барри, давай наружу Я догоню Иди за машиной Слушай, Ал Иди Вейк, послушай меня Это ошибка Ты не видишь Вместе мы сможем создать Нечто невообразимо потрясающее С твоим талантом и моим Темная сущность Вот-вот настигнет меня Я должен найти выход Блин, мне только пистолет Продолжение следует... Слушай, Алла В Fox 위에 Это что здесь? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Патронов нету... Продолжение следует... 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 Это бесполезно. Я заметил ту машину, но не было ни следа водителя. Есть кто? Здесь кто-нибудь есть? Барри? Нет, Дэнни, Дэнни! Парадная дверь была заперта. Пожалуйста! Что? Что это такое? Не надо! Не надо! Прости! А-а-а! 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 Я вас знаю. Вы были в тюрьме на днях. А-а-а-а! При новом продолжении. Реально хорошего фильма. Когда лучший друг героя внезапно оказывается плохим парнем. Кто вообще написал это дерьмо? А-а-а! Умер? Ё-моё! А-а-а! А-а-а! А-а! Я продолжал. Оно никогда бы не отпустило её. Я изменю это. Я сбегу. Я вписал самого себя в историю. И я теперь протагонист. Звучит как ужасный риск, но это единственный путь спасти Элис. Я буду связан со всеми событиями истории так же, как и все, кто вплетён в сюжет. Чтобы это сработало, история должна оставаться правдивой. Должны быть случайные жертвы, неожиданные окончания глав. В романе ужасов нельзя быть уверенным, что герой преуспеет или уцелеет. Он практически должен умереть. После всего я напишу свой побег. Но нужна помощь. Зейн будет одним из тех, кто поможет мне. Я это устрою. Жалко телеке. Спорт – это не домашние питомцы. Дайте угадаю. Дэнни, да? Здоровяк, да. Согласен. Ферма всё ещё была на приличном расстоянии отсюда. Мне нужна была машина, чтобы добраться быстрее. Возьмём машину тогда. Если барри здесь не был, то вероятно он попал в беду на ферме. На миг мне стало плохо от того, что я усомнился в нём. Всё-таки я же как-то справлялся. Но барри – это барри. Согласен. Да, он выберется. Так, давай на вышку загоняем. Сюда посмотрим. Ну вот, с этавой я. Ну вот, с этавой я. И дыхание идёт такое. Сюда. 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 Должно быть, заметили, что всёобщее предчувствие бури наконец-то оправдалось. Если верить ребятам из метеослужбы, буря не утихнет как минимум до утра. Кстати, позвольте вновь зачитать сообщение о розыске. Ведомство шерифа по-прежнему разыскивают женщину. Белая, возраст 30 лет, телосложение стройное, глаза голубые, волосы русые. Она могла заблудиться в лесу и, возможно, пострадала в аварии. Если кто-то её встретит, пожалуйста, обеспечьте ей кров и свяжитесь с шерифом. В такую скверную погоду никому не стоит гулять по улице. Так что, если встретите прохожего, который малость не в себе, окажите ему помощь, ладно? С вами Патмейн на КиБиФФМ. Надеюсь, вы все сейчас в тепле и уюте в эту ночь. Да, ребята, я тоже думаю, что вы в тепле и уюте. Нифига я! Гоняю, Шумахер. Вы издеваетесь. Как не помню, удовольствия suicide. Одевую гроб! Нифига. 7 powered с Надежду 7 ons noerem шума. 2 класс первою борта. 確а! Продолжение следует... 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 Деву Света 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 Деву Света